Уху! Добрый день, друзья! Сегодня новый день! Значит, погода должна быть классной, но она не очень. Погода сегодня не очень. Не знаю, что мы будем делать. Надеюсь, не будем сидеть дома. Паша, сегодня у Паши очень плохой день. Начался с утра, что он очень злой. Он именно срывается, кричит. Вот так вот, да, бывает. У вас бывает такое, что вы встаёте с утра и вот на стой ноги встали? Ты сейчас скажи, я не с той ноги встал. Ну расскажи. Я просрал 6 тысяч просто рублей и всё. Просто почему? Из-за того, что телеграм блокируют в России, я просрал за секунду 6 тысяч рублей. Напишите, за что вам нравятся наши влоги. Потому что нам нужно понять, что именно вам нравится, люди вам нравятся, или просто смотреть, за чьей-то жизнью вам нужно снять время. Или вам нравится что-то, что мы показываем. Вот напишите, вот очень интересно. Почему погода-то вот такая вот? Я хотела с утра опять пойти бегать, но дождь сегодня с самого утра идёт. Я не виновата. Так что я сегодня буду опять дома тренироваться. Но много кто пишет, что вам уже надоели мои тренировки дома. Типа, что ты показываешь? Если надоели, то я не буду их показывать. Вот всё. А если вам нравятся тренировки дома, потому что кто-то писал, что им нравится, то напишите, на, Настя, делай. Тогда вот я буду делать всем врагам на зло. Вот. Короче, доброе утро. Доброе утро. Уже времени 5 часов. Мы туда идём. Но я, к сожалению, просрал всё, что только можно сегодня из-за того, что с утра мне нужно было срочно перевезти монетки одной валюты наподобие биткоина. И я не мог это сделать из-за того, что наше государство борется с Телеграмом. И я это, в общем, настраивал VPN и прокси и так далее. С ума сходил за компьютером. Вот. Ставил на это около 3 часов. Но всё-таки я перевёл эти монетки, когда уже курс успел понизиться. И из-за этого я потерял порядка 6 тысяч рублей. И сейчас, кстати, идём всё-таки забирать заказ с Алиэкспресс. Настя уже знает, что это. Это символ. Это символ очень большой и важный для нас. Вот. И я думаю, он должен стать символом и для вас тоже. Нет, это не будет символом. Нет, он должен стать символом ушедшего. В общем, сейчас вы всё узнаете. Сейчас по нему заберём. Я забрал его. Это ждун. Как вообще можно было заказать этого ждуна? Я вообще не знала, на что он придётся сначала. Потом мне Паша сказал, что придёт ждуна. Он такой... Вообще по кайфу. Блин, он офигенный. Друзья, кому надо ждун, мы сейчас его историю расскажем. Но кому его надо, ссылка в описании, заказывайте все из всех ждунов. Это самый маленький, 20 сантиметров. И он вообще нормальный. Настя. Фишка этого ждуна, и вообще, почему я его заказал, в том, что это символ. Символ нашего уходящего года, 2017-го, точнее ушедшего. Символ этого года, потому что мы весь год что-то ждали. Мы почему-то не снимали видео, мы почему-то забросили всё то, что мы так давно начали, и у нас вроде всё получалось. И весь год мы о чём-то думали, чего-то ждали, к чему-то думали, стремиться начать идти. В общем, всё это были только думки и только ждушки. Поэтому ждун останется с нами, как символ ушедших времён. И вам мы советуем, друзья, никогда не сидите на месте. Не ждите, пока кто-то вам, кто-то придёт, кто-то поможет, кто-то скажет, чего-то произойдёт. Как-то всё сложится. Ни хрена ничего не сложится. Только вы и только ваши действия могут привести вас к хоть какому-то успеху, хоть какому-то результату. Вот такие эти пироги. Мы будем на него встретиться с отвращением. Я уже, да. Как будто бы, да, он тебе уже не нравится. Мы будем на него встретить и думать, что вот, это ошибка, это наша глупость, и не надо так делать больше. Всё, любим вас. Идём-ка мы в ленту. За продуктами. И покажем вам, что мы сейчас покупаем, какие продукты, овощи, фрукты, чем мы питаемся, потому что мне писали и просили об этом сказать. Да. Так что сейчас мы будем. А меня заело тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Та-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Не знаю, почему-то мелодия прям заедает. Прошли в ленту. Итак, поехали. Что нам нужно? Чипсы. Чипсы. А вон Давид стоит. Привет. Чтобы грязные стекла не были. О-о-о-о. Эй, лайби. Ну всё. Вот эти вот два. Они такие суперпродажники. Они всегда все задёшево продают. Мы не умеем. Я тоже не знаю, что они все задёшево продают. Мы не умеем с Аидом просто кэш считать и, знаешь, типа там, наёвывать. Люди ведь зарабатывают, по словам, на чём, нормально, а мы не умеем. Паша покупает какую-нибудь вещь и говорит, я завтра её продам дороже. В итоге он ещё не продаёт. Так, всё, пошли. В соки мы тоже не заходим, Паша. Мы вообще никуда не заходим, кроме овощей. И всё. Это выбор между добром и злом. Вы сделали свой выбор. Да. Ребята, нормально. Вот. Орешки берём. Орешки вкусно, да? Вкусно. Орешки натурально? Натурально. Друзья, если вы хотите, как Елена Малышева, быть здоровой, умной и красивой, и в себе самое главное, да, да, пожалуйста, пельмешки. Ешь и худей. Ешь худей, умный пельмень. Так, наша любимая Алиночка с Давидочкой пришли тестировать пасты. Давайте, кто первый? Ну иди сюда, его лицо. Чё, вообще, да? Сейчас вкусно чувствуешь? Чувствуется он, Довито, блядь. Понюхай, понюхай сначала. Ну и не цвет такой. Фу, блин, много селёдкой. Да побольше усни. Не надо заедать. Не надо меня пока это распробовать. Не мешай, надо распробовать. Ну, мне вот это больше понравилось. Да? Да, да, мне тоже больше понравилось. Чувак, это натуральные. Фу! Ну вот эти, без сахара, без соли. А если сахара добавить? Не, ну с арахисом добавить. Если сахара добавить, то будет вкусно. Берите арахис, ребят, и кокос. А вот остальные, они очень такие прям специфические прям. Ну попробовать, конечно, стоит один раз в жизни. Лень. Короче, мы решили сделать эксперимент. Насыпать сахарные пудры. В муку. В самую, да, невкусную муку. И попробовать, что у нас получится на вкус. Ммм, вот это я понимаю. Просто добавляем. Маму, еда вообще. Добавляем того, что нельзя добавлять сахара и всё. И сразу же, ну далось бы. Много лучше стола. Перчики. Красные. Мой любимый творожочек. Паша взял груши. Рябочки, шампиньоны. Вот это запрещенка. Но Паша не может без неё ничего есть. Огурчик. Помидёрчик. Алина сказала, что нужно взять обязательно вот эту вот заправку. Я потом скажу, как вкусно или нет. Алина говорит, это божественно. Она скупила всё. Итальянский букет и вяленые томаты. Вот так. Капуста, брокклин. Вот, кстати, я очень люблю делать куриную грудку с такими штучками. У кого закончилась фантазия, что готовить, то это просто ступер. Просто берёте эти листочки, хоп-хоп, куриную грудочку. Запекли, достали, поели. Радостные. Очень люблю вот эти мюсли. Их я добавляю в этот мягкий творог. Очень вкусно и полезно получается. Либо я просто их кушаю с утра, заливаю йогуртом и быстрый завтра готов. Укропчик, капуста. Очень вкусные, очень тоненькие. Спагетти варила. И что мы ещё купили? Ну, ещё кондиционер и для уборки средства. Всё! Спасибо всем, кто, как всегда, пришёл к нам и провёл с нами этот день. Сегодня мы вам советуем отличный фильм. Кровавый алмаз. Спасибо вам, друзья, за то, что были с нами. Всех вас любим. Всех вас ждём завтра. А сегодня было? Хорошо. А завтра будет? Лучше. Пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!